А всем привет с канала Brim Team и сегодня у нас новый видеоролик по такой теме как крючки. Здесь также мы отнесем ролик к азбуке рыболовства для начинающих, чтобы объяснить какой вид крючков для какой ловли создан и какой использовать целесообразнее. Давайте разберем сначала вот эту кучу, которая у меня тут есть по коробкам, точнее по пакетикам, по упаковкам. Первое и самое большое из этих крючков это от компании Оскор, вот такие вот здоровенные крючки. Использую на сазана, на карпа исключительно при волосяной оснастке их, либо каких-нибудь крокодилов ловить на них, нацепив пучок червей. Но результативности у них мало, вот заметил уже. Далее расскажу о самых любимых, наверное, своих. Сейчас я их сразу выделю. Это вот, это Митсуи Сода. 16 номер, крючки очень маленькие, тонкие и острые, что помогает, несомненно, при ловле мирной рыбы любой, будь то плотва с густеркой небольшими, будь то лещи. То есть цепляет одинаково хорошо всех. Это мой любимчик точно. Далее идёт от компании Наутилус крючки Стинг, плотва лещ, также вот, они даже изображены здесь. Форма более длинная, но заточка не менее отличная, качество вообще шикарное. Также сюда. И от компании Мастет, форма Кристалл, размер 14, также форма, острота всё устраивает. Единственное, что не нравится, это что металл очень мягкий, разгибается в середине рыбалки. Допустим, если рыбачить с 8 утра где-нибудь к примерно к 2-3 часам, при большом количестве поклёвок и вываживания, они разгибаются. Далее, наверное, перейдём... Да давайте мы дойдём к крючке фирмы ОСКО. ОСКО, опять-таки, не знаю как правильно. Вот здесь вот 16 и 14 номер. Отличия небольшие. Цена, что таких, что вот этих, не набрать бы 15 или 20 рублей. То есть, казалось бы, цена вообще не говорит о качестве. Но, тем не менее, на поплавке для уклейки, на фидере для ловли мелкой мирной рыбы, а также на них клевал и неплохой подлящик, там, до 400 грамм. Неплохие... Да, кстати, ценник вот 15 рублей. Неплохие крючки. Мало где видел, только в одном магазине. Далее, к чему мы пойдём, это, наверное, мы наших братьев с Украины посмотрим. Это крючки Фанатик. Форма Эдж. Длинный, большого размера, но чрезвычайно острый и тонкий. То есть, вцепляется в губу. Использую на, не помню, какой, либо на 18-й, либо на 20-й леске на поводках. То есть, не продирает губы. Сечёт просто прекрасно. Но пользуюсь редко, потому что вот эти у меня самые ходовые. Тут вот три осталось, тут вот два осталось. Ну, у меня ещё на них поводки навязаны. Далее, какая-то компания КамАЦУ, СК или просто ЭТК. Вот такие вот крючки. Стоимость их вот 30 рублей. Так сказать, обычный крючок. То есть, такой круглый, легко проглатывается большинством мирной рыбы. За счёт маленького размера. Каких-то особых качеств не выделил, поэтому отнесём их сюда. Далее, наверное, Изима Ринг номер 4 от компании Кайман. Не знаю уж, как правда, насчёт того, что сделано в Корее, так как Кайман это китайская контора, но довольно-таки неплохая. Изима, это, если я не ошибаюсь, опять-таки, это карповая серия, но маленький размер для того, чтобы ловить прудового, либо болотного карася. Хорошо пробивает им губу, не срывается, проблока довольно-таки толстая. Опять-таки, одни из любимчиков, но используются редко. Далее. Наверное, одни из народных крючков это Кобра. Разные формы, вот, длинные. Кстати, заметьте, чёрного цвета, жёлтого цвета и красного. Цвет, на мой взгляд, значения не имеет. Это, опять-таки, моё чистое мнение, что это сугубо маркетинговый ход. Вот, но хочу сказать, что вот эти вот чёрные понравились мне больше всего, так как маленькие, загладываются, засасываются рыбой просто замечательно, и сходов меньше, чем вот с этих было. Но вот эти использовал при ловле на поплавке. Вот эти, и, кстати, вот эти тоже для поплавка использовал, а вот это использовал исключительно на фидере. Но, опять-таки, редко, поэтому отнесём сюда. Это вот, допустим, вот сюда, что редко используется. А это давайте вот сюда. И последнее, что осталось из упаковок, это от компании Gamakatsu. Gamakatsu, 20-й номер, крючок на мотыля. Исключительно мелкий крючок, который сейчас попробую показать. Так, вот он вылетел. Вяжется при помощи только специальных устройств, для того, чтобы можно было связать поводок на таком крючке. Можно просто увидеть, насколько он мал по отношению даже к подушечке моего пальца. Сейчас попробую фокус выстроить. Да, это жёстко. То есть, 20-й крючок острый, маленький, хорошо всасываются. Но исключительно для спортивной ловли. Мне понравилось, но очень уж мне тяжело вязать поводки на таких крючках. Но, тем не менее, крючки Gamakatsu заслуживают внимания и стоят абсолютно своих денег. Так, далее. Отнесём их также вот сюда. То есть, вот так вот у меня получилось распределение. То есть, то, чему я отдаю предпочтение. Отдаю предпочтение, но пользуюсь редко. И то, что лежит про запас. Далее, наверное, мы пойдём и рассмотрим крючки из наборов. То, чем пользоваться можно, но не рекомендуется. Вот такой органайзер у меня есть. Для хранения большого количества крючков, которые лежат дома. Может быть, на какой-нибудь чёрный день пригодятся. Здесь не по номерам, не по моделям. Всё лежит подряд. То есть, это, знаете, из наборов, которые там 50 крючков стоят там 45 рублей. Разные по размеру. Остались в основном большие тут. Но, опять-таки, здесь, я думаю, кстати, надо переложить. Здесь есть неплохие крючки на лопатки или на кольце. Для карповой ловли. То есть, это от оставшихся монтажей. Карповых. От компаний, таких как Профикарп. Вот, то есть, неплохой формы. Довольно-таки острые и новые карповые крючки. Надо будет отсюда, наверное, переложить в какой-нибудь пакетиках. Так. А здесь вот, то есть, обычный Китай или наш российский, сделанный в подвале. То есть, если захочу, сейчас я его сломаю. Но просто не хочу делать на камеру. Потому что, мало ли, сейчас не получится. Ещё в палец воткнётся. Поэтому вы поняли, что качество очень сомнительное. Ну и размер, следовательно. Это я не знаю. Это сюда пучок червяка сажать. И ждать, чтобы клюнул какой-нибудь трофейный крокодил. Ну и, наверное, стоит просто отметить, что есть ещё разные крючки, которые я уже показывал. Этот же органайзер в нашем выпуске. Как оснастить силикон. То есть, вот. Оффсетные крючки для не зацепляющихся оснасток. Двойные крючки. Двойники, так скажем, для силикона. Которые мы можем отгибать. И микроджиговые крючки. Те же, казалось бы, большие. Но только эти подходят для силикона. Так как большое ушко. И можно спокойно одевать грузачьи бурашки. Я думаю, ролик можно подводить к концу. Так как показал своё предпочтение. И что ловится, в принципе, замечательно. Я, наверное, думаю, мы будем каждую рыбалку отчёт скидывать в группу ВКонтакте. Ссылка на которую будет в описании. И думаю, в отчёте буду даже указывать крючки, на какие была поймана данная рыба. А так, не прощаемся. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!